Очередное пополнение в зоопарке Артодайду. На этот раз прибавление в семействе рысей. Трое котят родились у молодой рысихи Лауры. Сейчас детеныши уже подросли и начинают привыкать к самостоятельной жизни. О том, как растут новые обитатели парка, расскажет Сергалана Захарова. Рысяты появились на свет в конце мая, но в течение месяца никто, даже сотрудники, не знали в каком они количестве, в каком они находятся в состоянии, сколько девочек и мальчиков, так как эти животные очень скрытные. Матери держат своих детенышей в течение месяца, пока они не подрослеют в логове. А сейчас их может увидеть каждый желающий в зоопарке Артодайду. Нам предоставили уникальную возможность зайти котятам прямо в вольер и познакомиться с ними поближе. Как рассказала заведующая сектора млекопитающих Оксана Кузьмина, здесь они пробуют приручить животных, чтобы в будущем за ними было легче присматривать. Однако рысяты время от времени все же показывают свой дикий характер. У них есть уже имена у этих. Одну зовут Лара, другую Ласка. Ласка более спокойная. А Лара, она как мать такая дикая, все время рычит. Вот, например, так. И глаза у нее свирепые, например. Маму рысят нашли в 6-месячном возрасте в лесах Верхоянского Улуса. Оставшийся без матери котенок не смог бы выжить в дикой природе. Ее перевезли в зоопарк. То, что у нее появились рысяты, как говорят работники, доказывает, что ей в парке довольно комфортно. Напомним, это не единственное пополнение в зоопарке. Прошлой зимой в Чите Ломоносовой и Колыманы появился детеныш. Девочка-медвежонок сразу же стала любимицей публики и вскоре ее назвали Харчаной. Сейчас она заметно повзрослела и стала более самостоятельной. А уже через пару месяцев ее начнут готовить к переезду в Санкт-Петербург. В Ленинградском зоопарке якутскую медведицу уже ждут. Сейчас ведутся ремонтные работы вольера. Переезд Харчаны был прописан в договоре, по которому ее отца, медведя Ломоносова, привезли из северной столицы. Но это не единственная причина переезда. Взрослых медведей и вообще хищных млекопитающих тяжело объединять. Поэтому сейчас о судьбе Харчаны надо думать тоже именно в данный момент. И поэтому ей необходимо будет все равно уехать в Ленинградский зоопарк. И там, наверное, она тоже уже создаст пару. Отметим, что Ленинградский зоопарк является не только старейшим в стране, но и первым, где начали размножать белых медведей. Огромный опыт по содержанию этих крупных хищников позволит им создать все необходимые условия, уверены сотрудники якутского парка. А после переезда Колымана наконец-то соединится со своей парой Ломоносовым. Саргалан Захарова, Гаврил Дечков, Хангаласский район.